Бسم الله الرحمن الرحيم Проблемы образования вовше и исламского образования в частности, конечно же, мы все знаем, заключаются в том, что мы до сих пор учимся читать, понимать прочитанное, понимать услышанное и исследовать этому. И в этом для меня самого являются такими примечательными примеры, когда один алим сказал, что он заметил, что его собственная скотина не слушается, когда он сам ослушался Аллаха. И другой пример, когда мой язык говорит для чьих-то ушей, самые близкие уши, это мои собственные уши. Если я говорю то, что я сам не соблюдаю, конечно же, другие меня не услышат и не будут соблюдать то, к чему я призываю. Точно вот эта проблема, как раз таки, проблема учителей и учеников, проблема старших и младших, она всегда была и остается в основе проблем образования и по сегодняшний день. Я думаю, что мы за эти 5-7 минут, которые предоставляют каждому выступающему, не сможем раскрыть эти все проблемы, хотя каждая эта тема, каждый выступающий достойна того, чтобы об этом часами говорить и много времени этому уделить. Но на сегодняшней встрече достаточно, чтобы вы обратили на это внимание и дальше начинали размышлять и принимали правильные решения на том месте, где вам, Аллахам, дана возможность и на нас дана возможность и возложена ответственность за это. То же касается этих проблем, до сих пор еще нужно отметить, что мы не решили с противоречием религиозного и светского образования. Те люди, которые до сих пор отстаивают светскость образования, я думаю, что они немного заблуждаются и путают это с советскостью образования. Это я имею в виду, что тот атеизм, который заложен в то старшее поколение, он еще не закончился, и они это воспринимают как противоречие с религиозным образованием. Светскость нашего государства и светскость образования, которые есть в государственных структурах, она не вызывает и не определяет противоречие с религиозным образованием. Светскость это все лишь означает, что ни одна из религий не является государственной, и все религиозные организации равны перед законом. И другого смысла ни в Конституции, ни в других законах по этой части не заложено. То, что необходимо сочетание так называемого светского и религиозного образования, мы с вами уже давно поняли, и Институт теологии международных отношений на своем примере я тоже показал. На всех факультетах, которые там есть, изучают и основы ислама, фарзу Айн, который все должны знать, и плюс к этому получают очень хорошее образование по своей специальности. Хотя потому, что человек, в котором воспитана богобаязненность, и который изучает собственную специальность на хорошем уровне, он будет хорошим специалистом, он будет хорошим помощником для руководителя, в любой организации. И вот потребность этих исламских знаний мы все ощущаем. Мы об этом должны помнить не только во время Ураза Байдам, а всю жизнь, и особенно в тот момент, когда мы видим, что наши близкие, когда уходят в могилу, нужно знать, что и нам тоже это предстоит. И ничего не должно нас удивлять, что когда все вокруг говорят, и мы сами себе напоминаем, что мы не только хотим умереть, как мусульмане, а нужно и жить, как мусульмане тоже. По этой части еще вот что. Нам сейчас, в настоящее время, вакууматские организации и даже руководство России, руководство республики, район, города, все, аль-хамдуллах, сейчас предоставляют возможность свободно и вести религиозное образование, и сами они даже финансируют, медресеи, мечети и все остальное, и сейчас противодействуют каким-то религиозным, каким-то этим государственным организациям нет смысла. И даже когда дали возможность ввести в школьную программу арабский язык, мы до сих пор еще не поняли важность этого. Мы думаем, что английский язык, немецкий, французский, это важнее, чем арабский. Нужно над этим задуматься, и каждому из директоров, из родителей, и всех остальных, просто понять, что язык, он есть носитель культуры. И чем лучше мы будем знать этот язык, мы приближаемся к нашей близкой арабо-мусульманской культуре. Вы же помните, наверное, те коммунистические времена, ну, некоторые, наверное, помнят, были такие даже слова одного поэта, «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Как мы должны восклицать, если мы говорим, что на арабском языке наш любимый пророк разговаривал? Как мы должны к этому относиться? Этот какой-то Ленин, какой-то период времени ввел в заблуждение огромную массу людей, и мы до сих пор придерживаемся этого, своего любимого пророка, шафа, от которого мы хотим получить, на который мы надеемся, мы не следуем этому. Я думаю, что над этим нужно задуматься. Еще один хороший шаг, который государственные органы нам дали, на уровне президента России уже с этого года вводится школьная программа «Курс основы религозной культуры и светской этики». И по этой части тоже многие заблуждаются и совершили уже ошибки некоторые. Хочу обратить внимание, что есть у нас еще возможность исправить это все и повести наших детей по правильному пути. По этому курсу выделены 6 модулей, в котором есть основы исламской культуры, которые мы с вами должны изучать. И эти модули не как ассортимент конфет, которые дети должны выбирать, а заложенные в Конституции право, что каждый гражданин имеет право исповедовать, изучать собственную религию или не изучать никакое. То есть, а там есть 4 модуля по основным конфессиям ислам, христианство, иудоизм, и буддизм. Есть мировые религии для тех крупных городов, в которых есть представители разных конфессий и где невозможно определить. И есть блок светской этики для тех людей, кто до сих пор считает себя атеистом. А у нас с вами, альхамдуллах, в районе, по-моему, нет ни одного селения, где есть представители христианства, иудоизма и так далее. Здесь все мусульмане. Альхамдуллах, это надо очень хорошо осознавать. И им внушать, что они должны изучать или мировую религию, или сельскую этику, просто глупо. Для тех людей, кто это осознает, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. И для этого тоже есть специалисты, которые этим должны заниматься. В каждой части, каждую работу должен делать специалист. По этому, просто острый момент я так и обозначаю. У нас с вами уже давно в школах изучают такой курс, как культура и традиции народов Дагестана. Это делается как раз так и для того, чтобы мы могли воспитать в наших детях культуру и традиции наших предков. Можно посмотреть по городу, по району, на улицах, насколько мы с вами и наши дети сохранили эту культуру. Наши предки никогда не ходили полуголыми и не сквернословили, о другом уже не говоря. А наши дети это себе позволяют. Это означает, что тот учитель, который ведет этот предмет, и не только этот предмет, а особенно сейчас, я акцентирую внимание на этот религиозный предмет, основу религиозной культуры, он должен быть носителем знаний и носителем этой культуры, которую он хочет преподнести другим детям. Если преподавать физкультуру, идет человек с сигаретой в зубах и говорит, что курить нельзя, и который сам никогда не был в сварзале, этого человека слушать не будут. И если идет преподавать культуру и традиции народа Дагестана, один пример скажу остро, чтобы вы обратили на это внимание. В одном классе изучают тему имама Шамиля, и между детьми прошел спор, разговор, кем был имам Шамиль. Один говорит, что он был аварист, другой даргинец, третий чеченец, и все посмотрели на учителя. Учитель что скажет? Учитель говорит, да, я тоже слышал, что он был даргинец Чарадельского района. Вот такой учитель идет преподавать этот предмет. Ну что будет в головах этих маленьких детей? Чтобы здесь тоже мы не ошиблись, сейчас, в четвертом классе, это 10-летние маленькие дети, мы закладываем фундамент мировоззрения этого человека. Ошибаться нельзя. И еще последнее. В поисках религиозных знаний мы должны применить все методы и все средства. Издавно уже у нас в Дагестане сложилось так, что получение религиозного образования оно сосредоточено в семье. Старшие учат младших и вот таким образом. Но сейчас, альхамдулля, есть возможность идти в медресе. Религиозное знание нужно получать открытых, официально открытых, работающих в медресе. Не где-то за углом у каких-то знающих или не знающих людей и кто как это преподносит, а у официально открытых медресе. Исламские институты есть, медресея есть, университеты. У нас сейчас очень много таких учебных заведений. И тех людей, кто ищет эти религиозные знания не там, обратите на это внимание, предупредите. Когда у нас что-то болит, мы ищем не знахаря какого-то за углом под кустом и так далее. Мы идем в больницу, официальную больницу. В больнице тоже мы ищем не какого-то врача, а мы сразу спрашиваем, а какой врач? Самый хороший, самый лучший врача ищем. Мы к нему обращаемся, готовы дать все, что угодно, обеспечить все его условия, чтобы он нам помог. Точно так же знания тоже нужно искать в официальных учебных заведениях и у самых лучших алимов. Альхамдуллах, возможность есть. Даже детям и своим, и чужим, я очень часто говорю, если была возможность запретить пользоваться интернетом и брать знания о религии через интернет, я бы это запретил. Там очень многие молодые люди этим занимаются или в телефоне, или в компьютере и так далее. Они через интернет ищут знания о религии. Этого делать категорически нельзя, когда у нас есть возможность, альхамдуллах за это тоже, воочию видеть, лицом к лицу можно видеть алима, можно к нему обратиться, спросить у него что-то и получить ответ. И тем более в судный день сказать, я у этого человека, конкретного человека, показать пальцем, спросил, он мне сказал вот так, я следовал за ним. в компьютере такого человека вы не найдете и не на кого будет указывать. И поэтому своих детей и других детей нужно направить на то, чтобы они искали знания, это очень важно, у живых, нормальных людей, которых можно видеть, слышать, слушать и в официальных учебных заведениях, а не где-то в других местах. Таким образом мы сможем сохранить и культуру, и традиции, и религию нашу в таком виде, как нам передали предки. Мы за это несем огромную ответственность. И за каждое то мгновение, которое мы упустили, тоже несем ответственность. Дай Бог, чтобы мы сохранили это все и мы могли хотя бы оправдаться перед Всевышним, что мы пытались, старались это делать. Слава Аликум. Слава Аликум.